Во времена Великой Отечественной в 1942-м войска нацистской Германии дали ход операции «Адлер». Антипартизанские действия фашистов забрали миллионы невинных жизней. В Могилевской области уничтожено под 2000 поселений. Почти 120 лагерей с бесчеловечными условиями расположились на нашей земле. И имя этому – геноцид. Наша общая задача и обязанность нынешних поколений белорусов – это сохранить не только историческую память о тех событиях, но и не допустить искажения исторической правды о преступлениях нацистов, об тех, кто это совершал, о предателях, коллаборационистах и нацистских преступниках. В апреле 2021 генпрокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа. По всей стране начали активно работать поисковые отряды и бригады. Цель одна – найти пропавших без вести. В ходе очередного расследования раскопано одно из захоронений. В деревне Усакина 81 год назад жертвами стали две семьи – Тамашовых и Зайцевых. Предположительно 17 человек, включая детей, были бездушно застрелены и брошены. В 2023 году, в июле, были проведены раскопки и эксгумации останков. Раскопки проводили военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона. Были подняты останки костные с пробитыми черепами, что самое страшное. Были найдены останки и личные вещи какие-то, были найдены гильзы немецкие, патроны. Место нашли по наводке местных жителей. Останки погибших перезахоронили. Церемонию посетили представители госучреждений, учащиеся школ, педагоги, трудовые коллективы. Кличевский район в годы Великой Отечественной стал одним из самых крупных в Беларуси центров партизанского движения. В честь народных мстителей в Усакина установлен мемориальный комплекс. А посреди болот острова Веремеевка – памятник бойцам дислоцировавшегося здесь легендарного отряда «Славный». Мы будем хранить память наших родных и близких, которые воевали на войне. Данное мероприятие, оно несет такой немного тяжкий груз. Оно не заставляет забывать о прошлом, заставляет гордиться прошлым. То, что благодаря нашим прадедам, прабабушкам, сейчас мы живем под мирным небом. Благодаря работе сотрудников прокуратуры, археологов, поисковых отрядов, дело о геноциде белорусского народа успешно реализуется. За два года специалистами допрошено без малого 20 тысяч потерпевших и свидетелей. Проведено почти 500 осмотров предполагаемых мест захоронения и 40 раскопок. И все, как одна история, поражают жестокостью и бесчеловечностью. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.